здравствуйте меня зовут коновалов денис александрович я кандидат политических наук и продолжаем говорить о постсоветском пространстве я хотел бы сказать что не только этот регион но и вообще любой анализ даже мировой политики и внутренней политики какого-то государства должен быть связан не только социально политическими и даже культурными условиями но и этнологическими значит международные отношения представляют собой отношения между народами прежде всего а что такое народ ну допустим широком смысле слова это сложившееся сложившееся единство некая общность проживающая на какой-то территории который включает в себя многие-многие пункты моменты начинают политики заканчивая мироощущением вот и таким образом этническая общность она идентифицирует себя таким образом выделяет своих и чужих то есть не значит что врагов но просто своих и чужих и я бы хотел при анализе международных отношений после на постсоветском пространстве рассматривая каждую страну и отношения этой страны с россией прежде всего говорить о теории этногенеза льва николаевича гумилева и ее важности для изучения политики я сразу скажу что эта теория оболгана просто вот на сто рядов я не знаю почему так происходит считается что теория гумилева это оккультная это совершенно какой-то фриковатая идея это абсолютно несостоятельная тогда как остальные примерно ну вот условно говоря такого же фантастического масштаба теории в рамках этнологии этнографии считаются вправо вполне приемлемыми то есть это совершенная дикость и почему именно я по крайней мере попытаюсь сказать несколько хвалебных слов в теорию относительно теории гумилева это то что во первых лев николаевич гумилев вообще-то был профессором доктором исторических наук и доктором географических наук и его работает на генеса биосфера земли который является самым главным это была его диссертация поэтому уж извините пожалуйста в советское время диссертацию очень трудно было защитить это не то что сейчас направо и налево всем раздают а в советское время особенно в дореволюционной россии диссертацию было защитить очень сложно поэтому то что гумилев конечно его теория не всегда признавалась но научным сообществом но в итоге-то диссертация была защищена и в этом смысле нельзя говорить о том что это оккультизм так вот это хотя бы такой поверхностный взгляд гумилев пошел в историю науки как основатель теории этногенеза но и совершенно новой науки ну то есть этногенез как основание этнологии не он придумал этнологию как науку об этносах они этнография как описание этносов наука в закономерностях создания развития существования народа и его упадка и смерти этногенез это теория рождения этноса его существование и развитие позиция гумилева следующая и я в общем ее разделяю народами народы рождаются народы рождаются развиваются функционируют и умирают есть другая точка зрения которая говорит о том что любую общность можно сконструировать каким-то образом чтобы значит сформировался определенный народ но извините этнографы и этнологи всячески говорят о том что ну во первых невозможно как бы если человек родился в одном то есть в одной национальности ему очень сложно стать представителем другой национальности сформулировать и перемене переменить все исторические мифы этнические стереотипы которые у человека есть то есть невозможно представить что первую половину первую половину жизни человек был русским а вторую половину жизни он стал чистым американцем это невозможно в рамках нет ни ни только одного поколения да то есть можно поменять язык но язык родной ты никуда никуда не сможешь просто убрать поэтому вот такой такой формат но хорошо если народ конструируемый и представители этого этноса не умирают то почему тогда многие народы которые существовали в истории почему они перестали существовать почему допустим гунны остготы римляне древние почему их не существует сейчас ну то есть почему но какая разница да там в римская империя западная пала восточная римская империя пала ну и что а носители же остались но почему то нет сейчас да не ромеев не древних римлян не древних греков нет русков не вест готов не франков то есть никого нет то есть это говорит о том что народы рождаются создаются ну и умирают соответственно понимание этого элемента и закономерности зарождения этноса и функционирования этих этносов и возраста самое главное этноса в какой стадии он находится для меня кажется очень важным и поэтому по каждой стране я буду как раз говорить по стране ну на данный момент постсоветского пространства я считаю это действительно важно соответственно этногенез это целый процесс в рамках одного этноса в рамках одного одной этнической общности то есть когда формируется определенное то есть зарождение и это нас проходит много фаз в своем развитии и эти фазы то есть в общем и целом такой народ если он никуда не уходит никуда не теряется то он проходит в стадии своего развития в целом да история 1300 1500 лет это народ который полностью реализовал себя как вот единый да единая общность в истории поэтому этногенез проходит свои стадии но перед тем как говорить о стадиях гумилев говорит о пассионарности пассионарность это некая страстность это энергия которая в избытке находится в какой-то общности и это избыток энергии делает то есть преобразует общество преобразует ландшафт преобразует все общество в целом и поэтому чем больше пассионариев тем соответственно больше возможности людям развиваться не только внутри но и вовне если это все правильно будет сделано поэтому когда говорят о том что гена пассионарности не существует ну действительно гена пассионарности не существует Поэтому в чем здесь обвиняют Гумилева, я не понимаю. То же самое. Есть пассионарный толчок, о котором говорил Лев Гумилев. Да, это очень трудно сформулировать, трудно доказать. Вообще Гумилев говорил о вспышках на солнце. Но это была его гипотеза, а не утверждение. Давайте начнем с этого. И в общем все дальнейшее, дальнейший ход его рассуждения показывает верность и правильность выводов на положении Льва Гумилева. Этносы проходят в своем развитии несколько стадий. Во-первых, это пассионарный толчок. То есть он, как правило, не отражается в истории. Срок от 0 до 150 лет это инкубационный период, когда растет пассионарность. Потом возникает подъем от 150 до 450 лет. Как правило, возраст этноса, когда быстро растет пассионарность, сопровождается тяжелой борьбой, медленным расширением территории. Потом народ входит в акматическую фазу или в фазу перегрева. Как правило, это возраст этноса от 450 до 600 лет. Когда колебания пассионарности максимальные. Она превосходит оптимальный уровень. И поэтому есть большая вероятность того, что люди просто могут перерезать друг друга. Но вместо этого, если все правильно понимается, и быстрое увеличение могущества достигается за счет расходования энергии вовне. Дальше возникает следующая ситуация. Этногенез вступает в фазу надлома у некоторого этноса, возраст которого достигает от 600 до 750 лет. То есть резкий спад пассионарности сопровождается гражданскими войнами, революциями, расколами, этнической единицей и так далее. Если же народ преодолевает фазу надлома, а не все народы эту фазу преодолевают, то эти успешные народы вступают в фазу инерции. Которая и в данном случае возраст этноса от 750 до 1000 лет. Инерционная фаза медленный спад пассионарности, который сопровождается общим процветанием. Дальше народ вступает в фазу обскурации, когда возраст порядка от 1000 до 1150 лет. То есть обскурация это спад пассионарности ниже нормального уровня, когда в обществе наблюдается упадок и деградация. И мемориальная фаза, она может занимать порядка от 1150 до 1500 лет. Это сохранение только памяти о жизни этноса. Ну как правило там знаете коренные народы, там севера может быть в России, они сохраняют только память о своей жизни. И в принципе вот порядка там 1300-1500 лет возраст этноса это гемеостаз. Это существование в равновесии со средой, то есть ни за что в общем кроме выживания не борются эти люди. Так вот, понимание вот этого, в какой фазе находится тот или иной этнос. И в какой фазе находится русский суперэтнос. Суперэтнос это этнос, который сформируется за счет смешения большого количества этносов. То есть суперэтнос это тот, который умеет родить цивилизацию и государство. Русский суперэтнос существует. И то есть вот понимание этого важно, просто катастрофически важно на данный момент для того, чтобы понять, в какой фазе находится Россия и в какой фазе находятся все остальные страны, чтобы правильно выстраивать, черт возьми, отношения с этими странами. Потому что международные отношения это прежде всего отношения между народами. И нужно осознавать свои национальные интересы. Если мы не осознаем свои национальные интересы, естественно нас, как и любое другое государство, просто будет ждать гибель. Не только как государство, но и как общество и народа и его культуры. Хотим мы этого или нет, ну решать, как говорится здесь, всем нам. Я буду рад, если кто-то напишет комментарии, кто-то поделится своим взглядом на происходящее. Ну и соответственно я с вами на этом прощаюсь. И до свидания. Счастливо вам всем.